Для создания площадки для кантри-кросса организаторам Кубка городского округа Щелково по мотоциклетному спорту понадобился месяц. И вот трасса в 2,5 километра готова. В деревне Назимиха подобные соревнования проходят впервые. Мотоциклетный спорт ярко, зрелищно, эмоционально, экстремально. И вот спортсмены уже на стартовых позициях. Буквально через несколько минут все начнется. Сначала один тренировочный круг, а уже потом сама гонка. На Щелковской земле мотоциклетный спорт получил активное развитие еще в конце 80-х. Соревнования проходили в Ницкинском карьере вплоть до конца 90-х годов прошлого века. И вот после перерыва организаторы соревнований по мотоспорту возродили традицию на прежнем, историческом для мотогонщиков месте в 2015 году. А эта местность Назимихе стала новой площадкой уже для кантри-кросса. Поменяли формат и пытаемся показать людям, что существует не только мотокросс, а разновидность мотокросса как кантри-кросс на мотоцикле. Проводит соревнования Щелковская общественная организация мотоциклетного спорта и их партнер «Газпромнефть МЗСМ». Поддержку оказывает и администрация городского округа Щелково. В программе там заезды будут и любители, и профессионалов. Поэтому любителям я хочу пожелать в первую очередь, конечно, получить определенный опыт. Спортсменам, профессионалам, конечно же, новых достижений. Компания «Газпромнефть», Московский завод суммашних материалов, рада приветствовать вас на ежегодном мероприятии по мотокроссу. Мы счастливы быть частью команды, которая поддерживает технические виды спорта и дарит людям праздник. Участникам кросса необходимо преодолеть препятствия на местности в течение часа. Здесь важна не сколько скорость, сколько техника исполнения. Для начинающих трасса менее сложная, а для более продвинутых спортсменов предусмотрены дополнительные препятствия. Здесь надо преодолевать препятствия в виде лежащих бревен, бетонных блоков, каких-то колец. И здесь больше зависит не от скорости, а от техники прохождения этих препятствий. Соответственно, от техники здесь мало что зависит, имеется в виду от мотоцикла, а от техники пилотирования. Поэтому здесь шансы появляются у всех, и мы, в принципе, на это и ставили акцент. И здесь есть за что побороться. Победителей призеров определили в каждой категории. Всего пять призовых мед за первые три – денежные призы. Соревнования по мотоспорту привлекают не только новых участников, но и зрителей. Выступить на соревнованиях и поддержать своих спортсменов приехали жители Подмосковья, Владимирской области и других регионов страны. Анна Бальет, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.